В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Иран и Израиль обмениваются обвинениями и угрозами. Возможно ли вооруженное противостояние? Растущая угроза Китая и ее значение для свободного мира. Как молиться о мире, который находится на грани войны? А также натуральный пурпурный цвет, появившийся 3000 лет назад. И как это подтверждает Библию? Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Иран отклонил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона о включении Саудовской Аравии в переговоры по новому ядерному соглашению. Это одно из последних усилий попытки удержать Иран от создания ядерной бомбы. Президент Макрон предупреждает, что осталось мало времени, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Иран заявляет, что он продвигается к своей цели по производству урана, обогащенного до 20 процентов. Быстрее, чем ожидалось, 20 процентный уран – это один шаг до оружейного урана. Мы должны были производить 120 килограммов урана с обогащением 20 процентов в год. Но уже менее чем за месяц мы обогатили около 17 килограммов, что даже опережает наш график. В то время как администрация Байдена заявляет, что хочет заключить более эффективную и надежную ядерную сделку, Иран и его союзник Турция отказались от этого предложения. Иран хочет использовать свои рычаги влияния, чтобы снять экономические санкции. Я должен подчеркнуть это. Именно Америка вышла из СВПД и нарушила свои обязательства. Теперь Америка должна вернуться в СВПД и выполнить свои обязательства. Также Иран требует, чтобы в срок до 21 февраля страны ЕС сняли санкции, иначе ООН закроет инспекторам ООН по ядерной безопасности доступ на объекты и увеличит обогащение урана. Администрация Байдена рассматривает возможность назначения Роберта Мали своим посланникам на ядерных переговорах. Критики, такие как сенатор Том Коттон, заявили, что выбор Мали будет неправильно истолкован Ираном. Он написал в Твиттере, вызывает глубокое беспокойство то, что президент Байден рассматривает возможность назначения Роба Мали, так как Мали на протяжении длительного времени демонстрирует свое доброжелательное отношение к иранскому режиму и враждебность по отношению к Израилю. Аяталы не поверят своему счастью, если он будет избран. Между тем, Израиль внимательно наблюдает за ситуацией. В воскресенье министр обороны Израиля Бенни Ганс заявил египетскому телеканалу, что и не исключает варианта силового способа остановить ядерную программу Ирана. Сенатский комитет Соединенных Штатов проголосовал за поддержку кандидата, предложенного президентом Байденом на пост посла при ООН, что обещает окончательное утверждение Сенатом. Линда Томас-Гринфилд намерена продолжить борьбу с антиизраильским движением BDS на международном поле. Корреспондент новостей СиБиэн Джули Стал рассказывает, в чем суть движения BDS. Его называют BDS – движение за бойкот, изъятие капиталовложений и санкции. Целью BDS-движения является создание политического давления на государство Израиль, чтобы обеспечить экономический, научный и культурный бойкот или давление с целью позволить миллионам палестинцев вернуться в Израиль. Писательница Эйнат Уильф говорит, что BDS использует так называемую стратегию плакатов. Стратегия плакатов – это уравнение, которое можно увидеть на их плакатах на всех антиизраильских демонстрациях. Сионизм равен или Израиль равен или звезда Давида равняется. Там никогда не говорится, что сионизм равен политическому движению за самоопределение еврейского народа на своей родине, что было бы правильным определением. Как говорит Уильф, несмотря на то, что эти уравнения лживы, они работают очень эффективно. Это такие слова, как колониализм, расизм, апартеид, иногда даже нацизм и геноцид. Они используют эти слова, потому что в нашем коллективном сознании они ассоциируются со злом. Таким образом, люди постоянно слышат рефрен, в котором говорится «Сионизм, Израиль, звезда Давида равняются злу». Но дело не только в плакатах на демонстрациях. Это ООН. Это показывают по телевидению. Дайте антиизраильскому оратору 30 секунд на телевидении, и он скажет слова «Израиль», «Сионизм», «Колониализм», «Апартеид», «Геноцид» в одном предложении, независимо от того, о чем идет речь. Сахи Гавриэли, внутренний эксперт правительства Израиля по борьбе с движением БДС, утверждает, что в нем нет ничего массового. «Кто-то действует в Нью-Йорке, кто-то в Италии. Это сеть, которой управляет группа или организация под названием БНС, Национальный комитет БДС, штаб-квартира которой находится в Рамале». Уильф говорит, что в этом движении нет ничего нового. Палестинцы по-прежнему преследуют свою старую цель – не допустить существования суверенного государства для еврейского народа ни в каких границах, где бы то ни было. Движение БДС пропагандирует старую идею о том, что еврейский народ – воплощение зла, что мир был бы лучше, если бы в нем не было еврейского государства, что, опять же, является очень древней антисемитской темой. И Уильф, и Гавриэли говорят, что важно не прекращать борьбу. «Продолжайте активные усилия. Из Хацаква и Мац, как сказал Господь, будьте сильны и не бойтесь говорить правду об Израиле». В первую очередь нужно разоблачать БДС в том, кем они являются. В том, что даже являясь ненасильственным, это движение преследует очень жестокие цели. В том, что они не хотят мира. Им следует противостоять в кампусах, в средствах массовой информации, везде, где они работают, чтобы разоблачать их зловещее намерение. Джоли Стал, новости Сибиен, Иерусалим. Далее в программе. Растущая угроза Китая и ее значение для свободного мира. Китай – величайшая угроза свободе и демократии. Об этом предупреждает бывший сотрудник американской разведки. Он говорит, что Америка должна готовиться к неограниченному периоду конфронтации с Пекином. Корреспондент Сибиен Джордж Томас поделится с нами подробностями. Более двух веков назад французский полководец Наполеон Бонапарт сказал, Китай – это спящий гигант. Пусть он спит. Если он проснется, он перевернет весь мир. Президент Китая Си Цзиньпинь уверенно демонстрирует, что гигант проснулся. Джон Рэдклифф, директор национальной разведки в недавней редакционной статье Wall Street Journal, написал, что Китай является угрозой национальной безопасности номер один для Америки и что Пекин стремится заполучить экономическое, военное и технологическое господство над всей планетой. Майкл О'Хенлон, Институт Брукенса. Это способ, с помощью которого великая держава с недемократическим правительством стремится расширить свое влияние во всем мире. Рэдклифф обвиняет Китая в том, что в стремлении к мировому господству он применяет стратегию ограбить, воспроизвести и заменить. Известно, что Китай десятилетиями копирует технологии других стран, а затем воспроизводит их в более крупном масштабе, получая больший эффект, и растет в мировом экономическом рейтинге в основном с помощью этого подхода. Министерство иностранных дел Китая опровергает заявление Рэдклиффа, обвиняя Вашингтон в чрезмерном преувеличении китайской угрозы. «Статья носит сенсационный заголовок, однако в ней нет никаких конкретных доказательств, просто повторения лжи и слухов с целью очернить Китай». Наши репортажи освещали подъем Китая на протяжении более чем двух десятилетий. Перенесемся в 2020 год и исследуем масштабную реорганизацию президентом Китая Си Цзэмпином военного, экономического и политического влияния страны в рамках проекта «Великое обновление». Что, если выражаться словами Трампа, означает «снова сделать Китай великим». Том Миллер описывает подъем Китая в книге «Азиатская мечта Китая. Строительство империи вдоль нового шелкового пути». Миллер говорит, что с момента прихода к власти президент Си готовит Китай к тому, чтобы стать доминирующей державой в мире. Миллер говорит, что с момента прихода к власти президент Си готовит Китай к тому, чтобы стать доминирующей державой в мире. Эксперты по Китаю утверждают, что Си глубоко убежден в том, что его страна имеет священное право управлять миром. «Благословение небес» — термин из имперского прошлого Китая, когда китайские императоры считали, что они не просто имеют право, но обязаны управлять миром, который они называли «Тянься» или «Поднебесное». Один из способов — военная сила. В качестве главнокомандующего крупнейшими в мире вооруженными силами Си преобразовал Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы, быстро сокращая разрыв в огневой мощи между Китаем и США. Пентагон впервые признал, что у Китая сейчас самый большой в мире флот и что он планирует в этом десятилетии удвоить свой арсенал ядерных боеголовок, включая баллистические ракеты, которые могут достичь Соединенных Штатов. Китай стремится создать вооруженные силы, которые равны, а в некоторых случаях превосходят вооруженные силы США или любой другой сверхдержавы, которую Китай воспринимает как потенциальную угрозу. О'Ханлон говорит, что возможности Китая в новых технологиях, таких как робототехника, искусственный интеллект, технологии и телекоммуникации нового поколения, теперь не уступают возможностям США. Если раньше на пресловутой трассе мы опережали Китай на полкруга, то теперь мы впереди только на несколько шагов. И по мере нашего продвижения Китай, возможно, сокращает этот разрыв. Рэдклифф настаивает на том, что противодействие амбициям Китая стать экономической, военной и технологической сверхдержавой будет задачей для нашего поколения и предупреждает, что Америке следует готовиться к неограниченному периоду конфронтации с Пекином. Джордж Томас, новости СиБиЭн. Далее в программе. Разговор о том, как понимать времена и как молиться за весь мир. Многие христиане сейчас обеспокоены тем, что церковь подвергается гонениям, что ширится культура общественной травли и возможность новой войны. Как отвечать на эти вызовы? Как молиться о наступивших временах? Рик Райдингс, сооснователь Суккот Халель, круглосуточного молитвенного служения в Иерусалиме, написал статью «Ходатайство и молитва. Как не допустить Третьей мировой войны?» Мы поговорили с ним о молитвенной стратегии, описанной в его статье. Рик, спасибо за участие в программе «Место встречи Иерусалим». Вы написали, что со времен окончания Второй мировой войны сейчас как никогда важно молиться за мир. Что вы имели в виду? Я имел в виду, что сейчас растет напряженность во многих частях мира. Люди часто недоумевают, что происходит в их стране или в других странах. В действительности ведется духовная война, которая, я думаю, самая масштабная со времен Второй мировой. Тогда день за днем новости пестрели сообщениями о Гитлере, о его победах, о начале уничтожения евреев, и казалось, что его невозможно было остановить. И если руководствоваться лишь только тем, что говорилось тогда в новостях, то ситуация оказалась настолько отчаянной, что даже не хотелось молиться. Казалось, что это ничего не изменит. Вы упоминаете Риза Хауэллса. Почему его роль в окончании Второй мировой войны столь важна, и какой в этом урок для нас? Он возглавлял библейский колледж в Уэллсе, и они практиковали там ходатайственную молитву. То есть они не просто молились, реагируя на окружающие события и новости в газетах, но они жаждали Божьего присутствия. Они молились и поклонялись Богу, и Бог действительно давал свое понимание и открывал, как Он хочет дальше действовать. Например, во время Второй мировой войны казалось, все кончено, и Гитлер выглядел как бесспорный победитель, но Бог побудил их молиться, и Гитлер пошел войной на Россию. Как военный человек, он должен был понимать, что идти большой группировкой в Россию в преддверии зимы неразумно, но тем не менее он пошел. Они молились, чтобы сорвались его плана быстрого захвата Москвы, о котором сладко пели все новости. В результате Гитлер просто застрял в снегах, и череда его побед была прервана. Это и стало поворотным пунктом Второй мировой. Рик, вы говорите о пяти фазах молитвы. Первые две – о недопущении Третьей мировой, о том, что есть время для войны и время для мира. В 2017-м Бог проговорил к моему сердцу, что грядет Великая Жатва в тех уголках мира, где о такой еще не слышали, в таких странах, как Иран и Саудовская Аравия. Бог сказал, что когда это начнется, сатана попытается срубить все на корню, так же, как это было во времена Первой мировой, которая разразилась после духовного пробуждения в Уэльсе Корея на Азуза-стрит. И тогда организовалось большое миссионерское движение, в которое были вовлечены много молодых людей с университетским образованием. Затем сатане удалось устроить Первую мировую войну. И молодые люди, вместо того, чтобы ездить в миссионерские поездки, умирали в окопах. И Бог сказал мне, не будь ни сведущ о замыслах лукавого. Он попытается начать Третью мировую войну, когда начнется Великая Жатва. Вам надо будет вдохновлять людей к молитве, чтобы остановить ее так, как это делал Риз Хауэллс, у которого была своя молитвенная стратегия окончания Второй мировой. В следующих двух фазах, Рик, вы говорите о таких географических регионах, как Тайвань и Южно-Китайское море, а также о ближневосточных столицах Анкаре и Тегеране, и о Москве. Расскажите нам об этом. Думаю, Господь начал обращать наше внимание в 2019 году, что Анкара, Тегераны, Москва собираются создать альянс. Не было похоже, что они будут сотрудничать. Но впоследствии, как Господь и показал нам, прошла всего неделя, и в Анкаре произошла встреча министров и иностранных дел этих стран. Я усматриваю в этом злые намерения, но мы боремся не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира. А эти силы используют обыкновенных людей. Этого важно не допустить. И я почувствовал, что то же самое происходит в Китае, что назревает напряженность между Китаем и Тайванем. И если этого не остановить, то в этом регионе разразится война. И если эти две войны вспыхнут одновременно, то ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в Третью мировую войну. Что вы имеете в виду под молитвенным покровом Риза Хаулса? Молитвенный покров — это понимание и откровение того, что мы не просто должны молиться на основе очевидных фактов, умозаключений и политических выводов. Нам нужно молиться и поклоняться для того, чтобы получать откровение о том, как на то или иное смотрит сам Бог, потому что Он дал нам верующим власть. И нам нужно молиться и провозглашать на земле Его волю, которая вершится на небе. И последний вопрос, Рик, о чем вы в Суккат Халель молитесь сейчас? Мы молимся, естественно, о защите Израиля. Мы молимся за мир и благодать на Ближнем Востоке. И как я говорил, если дело дойдет до военных операций в противостоянии с Ираном, то пусть это будет быстро и решительно в согласии с Божьей волей. Предпочтительно, чтобы дело не дошло до открытого противостояния и была остановлена их ядерная программа. Мы молимся, чтобы продолжалась Великая Жатва в Персии, Иране и на Ближнем Востоке. И также мы много молимся за наше время. Мы уверены, что Бог вдохновит еврейский народ вернуться в свой исторический дом из таких мест, как Нью-Йорк, где сейчас настолько распространен антисемитизм. А когда они приедут сюда, тогда, как говорит пророк Иезекииль, Бог изольет на них от своего Духа. Это как раз то, о чем могут молиться ваши зрители, о дыхании Святого Духа с севера, юга, востока и запада на эту землю. Рик Райдинг, спасибо вам огромное за вашу статью о том, как молиться в это очень важное время. Рад быть с вами, Крис. Благослови вас, Господь. Если вас заинтересовала статья Рика Райдинга или вы хотите больше узнать о Суккат Халель, зайдите на сайт sukkathallel.com. Далее в программе. Уникальное открытие, проливающее светно-библейские события времен царя Давида и Соломона. Спасибо, что смотрите «Место встречи Иерусалим». Мы стремимся предоставлять вам объективные репортажи из Святой Земли через еженедельные трансляции, подкасты и онлайн-медиа. Наше видение состоит в том, чтобы донести до миллионов людей по всему миру правдивую историю о том, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке с библейской и пророческой точки зрения. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Впервые израильские археологи обнаружили кусок ткани трехтысячелетней давности, дошедшей до нас со времен царя Давида и Соломона. Уникальное открытие проливает свет на библейские события, описанные в книгах «Бытия» до Новозаветных Евангелий. Открытие произошло на этой горе на юге Израиля, в долине Тимна. Археологи обнаружили фрагменты одежды пурпурного цвета, цвета присущего королевским особам. Углеродный анализ подтвердил, что фрагменты относятся к периоду трехтысячелетней давности. Была особая радость. Несколько месяцев назад Наама, доктор Наама Сукеник, мне позвонила и сообщила, что получены лабораторные подтверждения, что молекулы красителя подлинно пурпурного цвета. Подлинный пурпурный краситель получался в результате сложной древней технологии, в которой в качестве исходного продукта использовали определенных средиземноморских моллюсков. Процесс изготовления красителя был очень трудоемким. Моллюсков требовались тысячи, что делало цену красителя дороже золота. Сухой климат пустыни сохранил ткань. В долине Тимна мы обнаружили аргаман, пурпурный цвет, который ассоциировался с царями, священниками, а также со Скинией Завета. Это прекрасный библейский контекст для исследования. Эта местность много раз упоминается в Библии. Долина Тимна расположена в пустыне Негев, на юге Израиля, территория Идумейского царства. В книге Бытия в 36 главе мы читаем о царях Идумей, правивших в Идумейском царстве еще до того, как в Израиле появились цари. Именно там Гедеон победил Мадианитян. В книге Судей рассказывается о царях Мадиамских. Как Гедеон убил царей Мадианитян, военными трофеями стали как раз царские одежды пурпурного цвета. Теперь в нашем распоряжении вещественные доказательства. Вы можете потрогать одежду высокопоставленного лица, может быть даже царя над местными народами, правившего 3000 лет назад. Здесь Давид побеждал своих врагов. В Библии можно прочесть историю, как царь Давид двинулся на юг Мертвого моря к Соляной долине. Это вторая книга царств. Победил там Едумейтян и разместил свои войска по всему Едому. Пурпурный царский цвет также упомянут в Новом Завете. Вспомним Лидию из города Фиатира. Из книги Деяний она торговала дорогими пурпурными тканями. Кроме того, о пурпурном цвете говорится и в Евангелиях. Мы знаем, что римляне буквально насильно заставили Иисуса надевать пурпурную одежду перед распятием. Они обвиняли его в том, что он хотел стать царем иудейским. Бен Йосеф уверен, что эта находка позволит по-новому понять Библию. Думаю, это дает новый ключ к пониманию археологами и библейскими теологами реального жизненного контекста той эпохи. Некоторые не принимают Библию в расчет, потому что не осталось традиционных построек, дворцов или городских развалин, подтверждающих существование древних царств. Но это были кочевые царства, после которых остается мало следов. Если вы перестанете думать стереотипно о царях и царствах, существовавших в ранний исторический период, то тогда вы согласитесь, что у кочевых племен вполне могло быть царство. И тогда все становится более понятно и объяснимо. Он рассматривает найденные остатки пурпурной ткани как доказательство существования этих древних библейских царей и царств. Это одна из самых необычных новостей из Израиля, которая подтверждает библейские события. На этом наша программа «Место встречи Иерусалим» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нашими новостями через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Доступ к программам CBN также открыт через приложения CBN News и другие приложения CBN. Непременно подпишитесь на нашу e-mail рассылку, и вы сможете получать самую актуальную информацию о наших программах. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend.